Формат «Праймерис» в этом году в Севастополе опробован впервые. Согласно НЕМУ к голосованию за кандидатов допущены и члены партии, и представители общественных организаций. По 25 человек с каждой стороны. Это позволяет севастопольцам, не входящим в состав «Единой России», но занимающим активную общественную позицию, принять участие в судьбе города, отмечает руководство партии. «Главный руководитель Севастополя – это жители города Севастополь. Насколько мы будем понимать, их нужны, чаяны, их проблемы, решать эти проблемы. Вот это самое главное изменение, которое должно сейчас произойти». Выбор предстоял непростой. На предварительные дебаты зарегистрировалось более 100 человек. Причём из-за наплыва желающих срок подачи заявлений для участия в «Праймерис» был продлён. 24 мая сформировались окончательные списки. 110 кандидатов, 75 из которых – члены партии. «Мне кажется, главное, чтобы те люди, которые изъявили своё желание быть кандидатами в депутаты и им доверили это право, чтобы они работали. Потому что власть – это ответственность прежде всего. Вот если люди, которые вошли в список, именно так воспринимают то доверие, которое им оказали, ну это, наверное, будет хорошая команда, которая будет хорошо работать в законодательном собрании». На протяжении недели длились дебаты, где кандидаты представляли свои программы. Там выборщики и всежелающие могли задать интересующие вопросы, чтобы определить своих фаворитов. Большое внимание уделяли готовности кандидатов работать в единой команде с исполнительной властью. Перед началом голосования выборщикам рассказали о правилах процедуры. Она прошла в электронном формате. Это позволило быстрее почитать результаты и достичь максимальной честности. «После считывания QR-кода раздается звуковой сигнал и включается экран комплекса электронного голосования, позволяющий проголосовать за кандидатов». Что интересно, выборщики могли отметить неограниченное количество кандидатов. Победителями стали те, кто набрал наибольшее количество голосов. Причем кандидаты, планирующие баллотироваться от мажоритарных округов и по партийным спискам, выбирались отдельно. «Я, наверное, впервые видел такую работу. Может быть, это первый шаг к восстановлению доверия к различным ветвям власти в Севастополе. Хотел бы выразить благодарность выборщикам, которые отработали очень напряженно, прослушали все программы, скрупулезно отнеслись к выбору кандидатов. И достаточно длительное время делали свой выбор. Это говорит об ответственности за свой выбор». Александр Витко, выступивший председателем Президиума предварительных выборов, озвучил победителей. Восемь из них вступят в борьбу за мажоритарные мандаты. Среди них Михаил Чала, Екатерина Алтабаева, Владимир Немцев, Татьяна Щербакова и Сергей Колбин. Ещё 24 кандидата возглавят партийные списки. В их число вошли Евгений Мащенко, Сергей Лисейцев, Екатерина Бубнова, Антон Пархоменко и Инга Матяж. Озвученные результаты прокомментировал секретарь Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин. «Для меня это тоже, конечно, неожиданность, но многие вещи. Но я вижу, что я сам присутствовал на дебатах. Я видел, что действительно дебаты, они влияли на результаты выборщиков. Но, в принципе, списком я доволен, потому что представлены, по сути, люди и представители всей сферы деятельности. Представлены и представители бюджетной сферы, медицины, образования, молодёжь представлена, предприниматели. Сейчас задача, не знаю, чтобы сформировалась единая команда». Как отметил Дмитрий Саблин, около 80% этого списка – новые в руководстве города Лицы. И многие действующие депутаты в него не вошли. Напомним, основные выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в единый для всей страны день голосования 8 сентября. София Дороговоз, Дмитрий Фомин, Семен Форумбюро.